На улице раннее утро. Машина полная гостей. Мы берем вас обратно. Небольшое путешествие а-ля мероприятие. В общем, мы едем в Москву на день рождения компании. Следите за нами, будет интересно. Ехать решили по Нижегородской трассе. Интересные моменты покажем. И остановимся. Мы во Владимире. Наверное, теперь уже. Мы приехали в славный город Владимир. Дмитрий Юрьевич никак не подружится с моим праймиком. Да, ну, одна электроника. Вон наши девки потопали. Дим, как дорога через Нижний на Владимир? Поделись. Да ехать можно. Но лучше, чем через Рязань? Мне намного комфортнее, чем через Рязань. И хоть и это дольше дорога в Саранске, Нижнедолго, Москва, он нам для меня более комфортно. А чего? Ну, так, когда Нижнего мы 10 лет ездим подряд. И ты знаешь каждую кочку? Да, я вслепую могу доехать. А тут уже после Нижнего уже две полосы в одну, две полосы в другую. И можно немножко позорвать. Ну, мы просто, дело в том, что ездили месяц назад в Москву. Не знаю, чур, если вообще-то, наверное, не видно. И ехали мы из Саранска на Рязанскую трассу, через Рязань. Нам не понравилось от слова совсем. Дим прям приехал вымотанный. Ну и плюс мы селимся в Измайлово, в гостинице Бет. Кстати, покажу вам гостиницу. Мы уже не первый раз, каждый раз, когда мы прилетаем в Москву на обучение, либо на конгресс, мы селимся там. Адекватные цены, классные номера. И главное, есть хороший, шлицкий стол. Это же можно сказать, что ее хормить надо. Да, сейчас нас посоветовали посетить в Глобусе. Да, мы приехали во Владимир в Глобусе. Кстати, пока вы смотрите, скажите, кто из Владимира точно знает, что есть. Как вам сие место стоило, или она вообще здесь останавливается. Так, мы в Глобусе. Вот там вот такой большой фудкорт. Вижу, не очень шумно. Смотрите, сколько мы всего набрали. У Димыча рулька, два винегритика, моя дынька. Рыбка, булгур, салатик. Две водички. Да выживают, да? Вот цены. В общем, за все это дело отдал мне 1251. Самый дорогой это Димкин и Румка, 439 рублей. Ну, это же живой растущий организм. Ну, ты проехал уже 6 часов, 5 часов, у тебя еще пилить-пилить. Вот, приятного аппетита. Кстати, столько здесь только на 4 человека. У нас в компании с 5 человек, мать, девчонки у нас внизу, а мы здесь. Впечатление расскажем о идее чуть попозже. Опять не бронзируешься. Вот так. Глаголь. Тарелки пустые. Юрьевич доволен. Ну, кто будет проезжать мимо данного комплекса, торгового комплекса считаем. Ну, как так? Торговый центр, в котором большой продуктовый магазин и фудкорт хороший есть. Вот. Повторяю. Если будет проезжать транзитом и вам захочется покушать, как бывший повар, хотя бывший повар, не бывает, рекомендую. Цены не кусаются, но они дешевые, да? Ну, хороший срединничок. И продукты все свежие. Кольят дыню ем. А ты дыню ем. Спасибо тебе, Михаил, что ты порекомендовал нам данное сие заведение. А мы Михаила порекомендуем. Да, а мы порекомендуем. Михаила, Татьяна, рекомендуйте, а я пока буду пить корня. В общем, рекомендацию мы получили от Миши Маслова. Он у вас во Владимире. Друзья, занимается доставкой икеи. Тоже очень давно. Адекватный классный парень. Мне кажется, да, и даже раньше еще он начал это дело. Вот. Поэтому, кому интересно, кому нужно, пишите в контактах под видео. Мы его, наверное, укажем. Ну, где-то. Так. В комментах где-нибудь ухажем. Это не реклама, это благодарность. Это благодарность. Реально, потому что Дима нашел какую-то паттерию вчера. Мы здесь заедем по обедам. Что-то почитала. Он за постремный. Звоню Миша. Он говорит, ребята, только в глобус. Если где-то в городе мотаемся, заезжаем в семью и обедаем. Здесь на самом деле очень-очень много людей, очень много с детьми. Единственное, что у меня вот это немножко даже смешно и необычно, стоят охранники на входе и говорят, одень маску, одень маску. А люди проходят, я буду их не видеть, охранники. А люди. Очень интересно, необычно. У нас такого в Саранске нет. Ну, посмотрим, как в Москве будет. Приятно. Вот такой вот большой фудкорт. Видите, сколько людей. А вон там у наших дневных сидят. Телефона. Сколько часов мы ехали? Откуда? От Саранского? По восьмому. Три с половиной часа. В общем, дороги мы в очередной раз. С Владимиром из Нижнего дома в Москве довольны через Владимир. Обед, кстати, пришелся к сталь. Вообще по месту. Все хорошо, никто даже не останавливался. Нам, судя по навигатору, 18 минут. Дмитрий Юрьевич, вы живете? Все. Супер. Ждите, скоро покажу гостиницу. Кстати, москвичи, вот такие пробки наблюдали. Вы всегда так ездите из города на дачу, стоя прям плотным косячком? Здесь сейчас движение. Пробка рай, это длиной в 2-3 километра. Пробка в рай. Мы, конечно, нам это, наверное, не понять, пока ты не попробуешь. Но если так всегда, то, Полина, ну, надо ли? А ну, надо ли? Пока едешь, уже пора возвращаться. Особенно тем, кто привязан к работе по времени. Так, мы в Москве. Вот она, бетушка. Юрьевич. Девки наши убежали на ресепшн регистрироваться. Кстати, парковка платная. 500 рублей взяли за сутки, да? За наш кораблик. Сейчас мы мальчика нашего отправим спать. А в тем, что мы будем кушать курицы тогда? Вот здесь. Сейчас пойдем номер покажем? Да. Почему мы селимся в бете? Всегда белоснежное чистое белье. Давай. Почему мы селимся в бете? Всегда белоснежное чистое белье, адекватный персонал и очень адекватный ценник. Но мы бронируем не напрямую на сайте, а через одного, очень интересного посредника. Цена в два раза дешевле, чем обычный стандартный. Поэтому в Москве мы останавливаемся только тут. И нигде иначе. Да, сказал? Да, все, заходим, пошли. Так, мы в номере на 11 этаже. Пока здесь порядок, мы вам не решили показать. Да, Дмитрий Юрьевич? Ну, а порядок покажи, все остальное. Да, сейчас сделаю вам маленький рум-турчик. Так, ну что, мы заселились. 11 этаж. Дмитрий Юрьевич хочет покончить жизнь самоубийством. Накошка открыта, прыгай не хочу. Сейчас я вам покажу номер и расскажу, что и как. Значит, 11 этаж. Какой у нас номер? Фиг знает, сорок какой-то. Такая прихожечка. Шкафчик. Ну, обычная, да, мебель, но, по крайней мере, адекватная, не прокуренная. Даже тапочки есть, одеялки. О, в этот раз куча плечиков. Очень радует, они мне пригодятся. Так, Димочка. В антураж Димочка у нас не входит. Письменный рабочий стол. Ну, вместо кондиционера и вентилятора, потому что номер эконом. Кстати, на сайте официальный ценник 3100 за такой двухместный номер выходные. Мы заплатим дверь за счет того, что посредник каким-то образом волшебным делает скидку. Вот так можно экономить на поездках. Двухспальная кроватка. Вот такое вот местечко старшерчика. И главное, что есть маленький, но холодильничек. Парковка. Про парковку я вам уже говорила. Вон там сбоку черненькая красоточка. Это наша ласточка. Если найдете, да. Вот он. Как Дима сказал, окно своего отсидника. Обычно все это зафиксировано закрыто. Кстати, матрасики и белье всегда все чистенькое, беленькое, накрахмаленное. Вот она прям вот. Чистота, чистота. Никаких пятен, никакой грязи, как и бяки. Все очень адекватно и чисто. Все? Можем рекомендовать гостиницу Бета? Ну, если вы уже четвертый раз уже будете. Ну да, можем. Можем. Сейчас я бегу гладить вещи на завтрашний конгресс. Сейчас Дима Юрьевич встретится с сестрой, будет отдыхать. А потом пойдем ужинать. И мало ужинать. У нас нарисовался по Siberian Wellness партнер в Москве, который сам так хлоп начал все делать, расти и так далее. И сегодня мы с ним здесь в гостинице встречаемся. Вот такой у нас вечер сюрпризов. Но я еще не выключаюсь. Мы с вами встретимся. Доброе утро. Вышли из номера. И куда? В другой номер. И в другой номер. Отдайте пудру. Нет, на самом деле мы сейчас поедем в Москву, Сити. Кстати, я от Изваяна, но Сити оказывается почти целый час езды. Вы как-то не ожидали, что от любимой гостиницы так много ездят. Плюс, соответственно, ждите. Чего? Ты ведь снимаешь. Снимай, снимай. Ну скажи что-нибудь. Что сказать? Старь, выкладывай. Посетишь? Холодно. Устаем машинку. Ехать час. Вон уже едет наш белый Рив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Все, мы приехали. Мы на месте. Вот. Нет, ну конечно Москва-Сити просто гигантский, вот по-другому не сказать. Мы первый раз, даже такое давящее какое-то ощущение, как будто ну не в Москве, а внутри какого-то. тоже не по сравнению с природой так мы зарегистрировались получили все что нужно сфотографировались с командой а я сейчас пойдем контент снимать точнее вам показывать куда мы приехали да покажем немножко людей холл и потом зал надеюсь в этом году никто не будет быстро быстро занимать то есть там в соответствии с запасности дезинфекты постоянная проверка заболеть успели понятно да что в штабах как в каком формате в турции в этом году дима любит породок хорошо что получилась такой событий посмотрим на самом деле закроют завтра что вы демоску или нет но сейчас посмотрим как он начнется как я говорю контент сам себя не напишет такую дима сам себя пишет стойкой регистрации потихонечку девчонки наши олька не хочет сотрить какой красавец в красном галстике женить сегодня будем дима просит во время просмотра написать комментарий как и вот такой так переживает больше а да 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 Это называется рабочий нетворкинг, переопыление друг с другом, информация. Люди редко в последнее время в текущих событиях видятся оффлайн, соответственно, благо есть такая возможность. Так, друзья, народ потихоньку рассаживается, Дима убежал, не захотел со мной идти с вами разговаривать, зал наполняется, сейчас покажу вам что-то, очень красиво, классно. Вообще, я уже проговаривала, что мы первый раз в Москва-Сити, очень интересное пространство, лаконично все сделано, посмотрите, какая красотень. Там мы уже пофотографировались командой, Дима захочет фотографии вставить, девчонки. Кстати, именно этот год юбилея для компании, и я думаю, вы очень много интересного еще от нас и на проике, и услышите, и услышите не раз. Заходим в зал, смотрите, как классно. Здесь сидят топ-лидеры. Вот такой шикарный, красивый зал. А здесь сегодня только лучшее. Опять же, да, не сняла, потому что ограниченное очень количество людей, и благо успели просто сделать это мероприятие. Поэтому ждите, периодически буду вставлять маленькие кусочки. Сегодня мы без больших камер, без техники, без микрофона. Сегодня мы просто отлетаем и держимся информацией. Наша красоточка. Ольга! Как она в топ-лидерской квалификации? Нет! Мы с ней гадаем. Догоняем. Наша вышестоящая раздавляет. Она сегодня будет открывать мероприятие, мы очень за нее переживаем, волнуемся. Знаем, что она все это может сделать. Друзья, вот и наступила долгожданная встреча этого года. Встреча оффлайн. С днем рождения нас! С днем рождения, наша любимая, наша родная компания, Сайбериан Велнос! И аплодисменты реально уместны, друзья! С днем рождения, команда Сайбериан Велнос! Мы искренне рады, что наша встреча состоялась! Вы знаете, нас сегодня смотрят тысячи людей в онлайн-трансляциях. А в нашем зале 500 партнеров-счастливчиков, которые сегодня на праздничном событии. Что для сегодняшней ситуации большая роскошь. Но мы вместе, друзья, и это главное. Бизнес-профессор! Бизнес-профессор! Встречайте! Бизнес-профессор! Друзья, посмотрите, какое количество профессионалов! И мы поздравляем! Друзья, давайте посчитаем на нашей сцене, это какая структура стоит? Структура какого ранга? Сколько профессионалов? И я думаю, что тут на два глобала потянет. Друзья, а у нас есть победители быстрого старта, и мы просим вас выйти на шаг вперед. Пожалуйста, Татьяна Горешова и Патимат Мухтарова. Друзья, квалификационный бонус 80 тысяч рублей! Друзья, аплодисменты! Квик-старт! Бизнес-профессор! Сайбериан Веллас! Это круто! И еще я сегодня хочу пригласить на эту сцену и рассказать про крутейший проект, автопроект компании. Я уже сказала, что у меня два автомобиля. И представляете, 741 автомобиль уже на сегодняшний день ездит по дорогам 18 стран мира. Это же очень круто! 125 миллионов выплачено уже дополнительных бонусов, чекить партнеров. Один миллион из них мой. Представляете? Это же очень круто! Это очень круто! И в этом году, в 2024 бизнес-году, у нас есть также новые участники автопроекта, которые уже сели на свои брендерные автомобили, получают свои бонусы. Это так круто! Коллеги, приглашаю вас всех сюда! Встречайте! Новые участники! Виктория Латышева! Юлия и Александр Малыгины! Ильсияр и Ильгиз Губадулины! Лейсен Мухаммадеева! Татьяна и Дмитрий Просины! Альмира Сайпулина! Галина и Юрий Жавнеровы! Кульнур и Азад Хабибулины! Галина и Юрий Жавнеровы! Наталья Богатова, Наталья Башкинцева, Гульшат Гатаулина, Анна Унагаева, Рушаня Батырханова, Елена Перевалова! Наталья Воробьева, Сесек Цедыпова, Светлана Нугаева, Елена Шапошникова, Ольга Лебедева, Елена и Сергей Стрелковы! Наталья Дроздова, Полина и Евгений Коршиковы, Ирина Козуб, Анна Быкова, Юлия Харламова! Светлана Шумарина, Гульшат Мустафина, Рузалия Гимадеева! Друзья, аплодисменты новым участникам автопроекта «Сайбериан Веллес». Обратите внимание, в руках у партнеров дипломы с размером автобонусов, которые они получили, делая приросты товарооборота. Друзья, ну действительно интересные истории участников автопроекта. Давайте мы услышим ваши истории. А теперь переходим к финальному тому, что у нас будет происходить в текущем бизнес году. Это наша программа путешествий. И я хочу сказать, что на самом деле у нас самые хорошие новости это про то, что будет сразу две программы путешествий. Первая программа путешествий у нас начинается с вами через три дня. И мы ее придумали таким образом, что ни один ковид нам не поможет. Не будет препятствием. Смотрите, смотрите, что мы придумали. А мы утверждаем, что путешествие состоится в любом случае. Встречайте, новая программа путешествий Сайбериан Уэлнес. В каждой стране есть места, где мы никогда не бывали. Ведь проще купить тур, все включено. Настало время открывать новое рядом с собой. Экстремальные походы в горы. Отдых в спа-салоне. Концерт любимой группы в Берлине. Рвануть на вулканы Камчатки или решиться на сплав по реке. А может, автотур по Европе по мотивам известных фильмов. Каждый день петь караоке с друзьями. Или делать вино на виноградниках в Грузии. Устроить любимому неделю романтических кужинов. Подняться на самой длинной канатной дороге в парк Бана Хиллс. И увидеть море облаков. Пить кофе на уютных улицах Стамбула. И путешествовать по древним городам Турции. Или встретить с друзьями рассвет в океане. Да, да и еще раз да. Отпусти полет фантазии и придумай свой идеальный отдых. Итак, поехали. Первое. Выбери, какой тревел-боунус ты хочешь получить и цель на следующие 5 месяцев. Силве тревел-боунус. 2000 долларов за 25 тысяч баллов прироста. Голд тревел-боунус. 3000 долларов, если твой прирост составит 35 тысяч баллов. Платинум тревел-боунус. 4000 долларов за увеличение показателя на 50 тысяч баллов. Второе. Делись в соцсетях самыми удивительными идеями путешествий в твоей стране. Ставь хэштег Wellness Generation Travel, а мы расскажем о твоих находках в наших пабликах и на сайте. Авторам 10 лучших идей дарим чемоданы Siberian Wellness с набором легендарных продуктов. Маст хэп каждого путешественника. Третье. Достигни поставленной цели, получи силве, голд, платинум, карту и осуществи с ней свое путешествие мечты. Четвертое. Объединяйтесь вместе. Команды победителей от 20 человек и более получат статус корпоративного проекта. С ивент сопровождением от компании и лучшими гидами. Пятое. Выложи фост о своем грандиозном путешествии в инстаграм. Все истории мы опубликуем на сайте и объявим голосование за лучшие путешествия. Еще больше бонусов. Авторам 10 лучших идей с самыми классными путешествиями получат камеры GoPro, а автор самой крутой истории отправится в новое путешествие от компании Siberian Wellness. Мы точно знаем, что границы откроют и самолеты полетят. Будь готов, узнай свою страну с неизведанной стороны и зови в гости. Это абсолютный восторг, когда ты можешь показать места, которых нет на обычных туристических картах. Мы уверены, что новая программа путешествий – это огромный шаг к объединению нашего мира. Потому что путешествовать с друзьями – это нереально круто. Потому что мы вместе. Итак, друзья, самое важное. Мы не знаем, что будет происходить зимой, мы не знаем, что будет происходить весной, но мы знаем, что мы будем путешествовать. Это означает, что мы с вами побеждаем, мы с вами выиграем, мы едем в то место, которое мы хотим, в то место, которое нам сейчас доступно. Мы садимся туда, в тот самолет, который может сейчас полететь, потому что на самом деле есть очень много прекрасных мест. И я не хочу, чтобы вы пропускали эту зиму только из-за того, что где-то приключился ковид. Понимаете? Я хочу, чтобы вы путешествовали. А это точно значит возможно. И обещаю. Тот, кто предложит самое безумное, кайфовое путешествие, я обязательно присоединюсь. Вот чтобы, знаете, это было очень необычно и очень по пану. Думайте о том, что это может быть. Это должно быть очень крутое и очень необычное. И да, очень-очень опасное. И следующее. Но поскольку у нас два путешествия, так представляете, это зима. Мы с вами как-то попутешествовали небольшими группами, как партизаны, прорываясь. Но смогли. Но охота же побыть вместе, правда? И что мы всегда делаем, когда у нас юбилей? Мы едем в круиз. Поэтому следующее большое путешествие мы проведем обязательно все вместе. Мы выберем прекрасный лайнер в зависимости от того, сколько у нас будет победителей. Мы все вместе зайдем на борт. Мы все вместе будем проводить утро, обед и вечер. Мы будем наслаждаться этой жизнью. Мы будем болтать. Мы будем говорить о том, что мы сделали и самое важное, что мы будем делать. Представляете, два путешествия за один год. Два. И сейчас настраивайте свои команды на результат. Настраивайте на то, чтобы победить. Потому что что бы ни происходило в мире, на территории Siberian Wellness своя отличная программа. Друзья, ну что, вы понимаете, у нас закончилось. Сейчас мы с командой едем в гостиницу. Лидеры наши поплыли на большом красивом лайнере Куни Леген. Кораблики кататься по Москве реке. Вы уже видели те вставки в резки, которые делал Дима. Даже не было времени снимать на экшн-камеру. Настолько все эпично и настолько все масштабно. Кстати, у меня к вам предложение. Очень часто вы, подписчики Ютуба, пишите, что, Танюш, а как бы вот под вашим крылом создать доставку товаров в Икея? Я из небольшого города, у меня нет никаких перспектив. Я хочу расти и развиваться. Но у меня нет денег, чтобы вкладывать там, открыть магазин со шмотками. Магазин детской одежды условно, да? Ребята, мы тратим время на Икея. Я вас приглашаю в серьезный, красивый бизнес, в котором может состояться любой. Сегодня были истории простых людей. И простые, и одновременно сложные. И, понимаете, люди из всяких ситуаций, из маленьких деревень, из маленьких городков, но они все достигали результата. Почему? Потому что хотели. Мы учим этому, потому что это бизнес интеллектуалов, продвинутых интеллектуалов. Людей, которые хотят и не стать. И я вас зову просто к себе в команду. При этом, смотрите, на текущий момент, на ближайший год, больше пяти человек новых мы взять не сможем. Почему? Потому что каждого будем растить лидер до того уровня, на котором находимся сейчас сами. До уровня дохода 150 тысяч минимум. До возможности получить машину от компании, забрать ту, которую вы хотите, и компания будет за нее платить. В рамках влога, я думаю, разумно сделать вам это предложение, потому что в рамках доставки Икея как-то, ну, очень стрёмненько. Поэтому, скажем так, сильно не раздумывайте. Всегда можете со мной связаться, связаться в Инстаграм, и я просто расскажу и поделюсь с вами. Хотя, я думаю, после тех видео, которые вы сейчас видели, у вас уже просто не останется вопросов. Мы сейчас едем в гостиницу. Нам приятного отдыха, нашим лидерам шикарного окончания вечера. Кстати, вон мои зайки едут, которые с кудряшками. Мы вас всех любим, ваши неугомонные просим. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Бери два чемодана. Мы выдвигаемся в обратную дорогу. Решили попробовать новый маршрут. Москва, Бурм, Саранск. А вот, кстати, кто знает, пока мы до туда не доехали, напишите сразу в комментариях. Стоит, да вообще... Мы, конечно, расскажем, стоила-не стоила дорога. Может, вы просто будете уже заранее знать. Мы же просто не любим искать людей. Мы же неугомонные. Нам там всегда через что-то проехать. А, нет, на самом деле это логично. Попробовать что-то новое. Добавить, новую дорогу нужно не поехать. Нужно не поехать. Нужно не поехать. Кстати, смотрите, какие мы вам показывали, когда в Химках были. Вот эти два чемоданчика. Вот здесь все вещи, здесь техника. Очень удобно. Единственное, что не поместилось. Лифт показывал? Нет? А скоростной? А шушь закладываю. Удобно тебе, Дмитрий Юрьевич? С двумя чемоданами? Ну, мы будем на плече. Сумки. А все равно на плече две сумки висит. Ну, там у меня в автомобиль, а там дальше техника. Ну что, Бетушка, спасибо за гостеприимство. Вот он, холд. Так что, рекомендуем гостиницу. На самом деле, очень стоящая. И кому нужны контакты? Пуршет немножко удивил меня. В каком плане? Ну, более скудный стал. Ну да, по питанию ограничениям. Если, допустим, зимой, да, вообще там, и что хочешь, сейчас немножко ограничили, но при этом ценник снизили. Ну, не знаю, мне нормально. Видите, ну, это же сейчас во всех гостиницах. И в Турции тоже самое, кто едет, да. То есть, ограничить, ты не можешь сам подойти, взять. То есть, тебе должны положить. Раньше хорошо, пока как клуб. Не наполнишь живот, не отваливаешься. Вот оно из Майлова. Курят кругом, хотя только места для курения. Ну, что, Москва, спасибо за шикарное мероприятие. Мы помчались дальше. Отдыхать-то оно не работать. И все поставленные цели, про которые я вам вчера озвучивала, их нужно реализовать. А чтобы их реализовать, нужно что-то делать? Работать, работать, работать. Работать, работать. Дядь какой-то умный говорил, не полный усил. Так говорил Великий Ленин, да? Но при образе жизни Siberian Wellness это все гораздо легче, проще и интереснее. Ждем сейчас наших девчонок, пока они у нас собираются. Вот наш пепелац. Грязный! Мой любимый праймушечка, весь чумазый. Димка, зачем мою машину попачкал? Это все комары. Комалы? Смотрите, какая гостишка. Вот зимой мы, когда останавливались, мы жили на самом верхнем этаже. Вообще-ка. А? Опять, вот. В этот раз так же в углу, только на одиннадцатом этаже. Ой, Дим, можно я багажник попрошу? Многие спрашивали, как у прайма вместимость. Смотрите. А, пупинная вместимость. По мантенка можно увезти. Одного или двух. Вот, смотрите, вот. Икеевский. Чемодан. Ну, у Оли такой же чемодан, кстати, по размеру пластиковый. Ну, да, да. Вот чем мне понравился, покажи Ольдин чемодан. Он каркасный. Да, он каркасный, у него четыре колесика. У Светика у нас такой же чемодан. Его легко возить в аэропорт. А вот для машины вот этих за глаза хватает. Вот, смотрите, вот сколько может поместиться сюда высшей. А, прям еще заначка есть. Мечта дилера. А мы пойдем пока стекло. Так, ну все, я отключаюсь? Да, в Муроме увидимся. Так, ну что, мы в очень славном городе Муром. Оказывается, Мурому почти 1200 лет. Дмитрий Юрьевич, как вам дорога? Дорога хорошая. Музенькая, областная. Ехать можно. Жить можно. Но город много. Единственный какой момент, кстати, этот инсайт пришел мне сейчас. Мы когда приезжаем в другой город, блогеры, да, блогеры приехали. Стоп, ты, ты, ты. Валшалили, ничего там пешеходы будут, нет? Ходай. Ходай. В общем, наши барашки убежали туда, а мы идем. Света сторис пишет, я блог пишу. А какой инсайт пришел? Вот смотрите, когда мы приезжаем в любой другой город, и у нас там нет знакомых, ли приезжаем проезду, проблема, где покушать. Бежать в какой-то магазин, там покупать непонятно что, ребят, но это не дело. Нас, конечно, очень выручают наши батончики, но... Нам это очень актуально, потому что у нас есть маленькие шестилетние дочки. Без подарков мы приехать никак не можем. И, в общем, какая возникла мысль, друзья. Я сама хочу написать такой пост в Инстаграме и призываю каждого, кто везет в соцсети, давайте каждый про свой город напишет поста хэштегом, например, где поесть. И мы рассказываем, куда можно приехать, какое место совершенно спокойно покушать. Я сейчас, пока мы ехали, перерыла весь интернет, и я не нашла ничего. Но, в итоге, мы идем в Дадо. Как бы мы не хотели поесть, там, допустим, нормальный кусок мяса, рыбы, овощей, мы топаем в Дадо. У нас просто нет других вариантов. Поэтому давайте поможем друг другу. Мы про Саранск, вы нам, условно, про какой-то другой город. 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 Древние, таблички, где было при въезде. И мы заметили вот такую, необычную, заброшенную, преображенскую церковь. Всем стало интересно, что внутри, потому что она прям пылает историю, чувствую. Очень захватывающая картина. Пойдемте внутрь зайдем. Может, там остались фрески. Покажем. Да, вон, девчонки уже пальцем указывают наверх, значит, что-то есть красивое. Смотрите, пожалуйста, в комментариях, интересно вам такие исторические постройки, посещая такие места. Да, это лампа была. Вот, смотрите, какая. Ну, извиня, вот. Вот они, фрески старые. Вот даже наверху есть мудлик, еще остался. Ну, вот тут уже видно, не видно будет. А, это, знаешь, Таня, смотри, видишь, она металлическая штука. Это тут как раз, наверное, эта часть, вот, не алтарь, а вот. Что, алтарь? Да, алтарь, да, вот она. Это конец. Да. Вот там, получается, было это начало, с той стороны заходили, а это конец. Вторая часть церкви. Мне кажется, как раз алтарь, потому что вот вход. Не, вот, попайся, цепочку, смотри. Почему? Крепление. Человек. Думаешь? Да. А, кстати, оно как раз, да, наверх? Тут такие, это, эксперты, чудо, блядь. Мы сейчас эксперты. Да. Очень интересно. Ну, все, пропитались немножко историей. Можно ехать дальше? Да, ездим, едем. Чуть-чуть целый день домой. Никак не доедем. Приличные люди домой, тысячу-то, безладко прилетают. За один час прилетают домой. А мы едем. Вот, еще раз покажу. Вот мы и приехали домой. Вот, он еще и камеру включил. Вот, я и камеру включил. Чуть-чуть мы немножко устали, но довольны и полны сил, и энергию от прошедшего праздника. Не только праздника. Где-то тебя не видно, ты в темноте снимаешь, ты понимаешь, тебя вообще не видно. Вот так. Ну, я хочу сказать вам спасибо, что вы досмотрели до конца наш блог. Что вы оставили комментарии. Да, обязательно оставляйте комментарии. Мы любим читать ваши комментарии и также любим отвечать на них. Все, прощаемся домой к детям. Все, пока-пока, мы пошли.